хотел поделиться из последних таких разговоров которые у меня были а у меня разговоры каждый день и много но некоторые темы они как бы вечные что ли и мы возвращаемся к ним со студентами и вот интересное хотел такое наблюдение я надеюсь что вам будет интересно вот человек учится и был интервью человек и вроде там ее вроде выбрали в компании невероятные совершенно то есть там правда короткий интерншип на месяц но почему на месяц потому что женщина которая там менеджер молодая женщина она говорит мне неудобно я поскольку денег не плачу я не могу человека держать больше месяца мне самой вот это как бы неудобно но она за этот месяц напичкивает в них столько что вот я хочу сказать мало где за год можно вот вот столько набраться то есть она понимает что она делает она понимает зачем она делает она у нас когда-то училась там в девяносто восьмом году и если вы может быть смог старые видео мои там смотрели ну не мои но про нас вот девяносто восьмого года девяносто девятого вы ее там увидеть она там молоденькая совсем была так вот к чему я рассказываю что вот есть такой потрясающий совершенно интерншип то есть производственная практика вот я разговариваю с девушкой это это один из случаев у меня за пару дней таких было три или четыре абсолютно одинаковых разговоров и вот ее там берут ее отобрали и тут я смотрю она значит интервью это снуд ждет интервью у нас вчера было из двух компаний приходили сразу и я значит смотрю она там еще с кем-то я говорю а что же ты не идешь что ли агат но вот вы понимаете говорит она вот этот интерншип который там он там нет перспективы что там же и оставят потом и у меня в этот момент портится настроение честно то есть вот я так хожу жизнерадостные меня энергии много и вот когда я это слышу все опускается потому что я сейчас попытаюсь объяснить вот одна фраза но что за ней стоит и и какие колоссальные колоссальные проблемы с этим со всем связаны посмотрите что тогда то есть когда мы вообще со студентами общаемся когда они идут на практику многие я не хочу сказать что все но многие и и не только из индии народ который привык рейндж мэрид что там что их там поженили там родители что их там на работу привели родственники шарик не сама ничего делать над тебя сюда приводит но и и наш что же соотечественники многие вот им важно что не вообще на практику чтобы опыта набраться а им надо на практику чтобы их там оставили почему они хотят чтобы их оставили чтобы им работу не искать почему бы им не пойти искать работу и получить больше денег Girls им меньше чем на интерншипе ели тебе оставят тебе нигде не заплатят на открытом рынке человек получает больше чем на изб stip на оставленный после интерншипа Почему же ты учился три месяца почему что набравшись опыта на этом интерншипе не хочешь пойти на рынок и получить то что ты стоишь а это больше денег а ты хочешь вот сесть и сидеть у нас есть несколько интерншипов которые внутренне у меня вызывают прямо какое-то недовольство потому что платят сразу 20 долларов 22 даже платят у нас есть люди которые три года там сидят на 20 долларов на 22 доллара не уходит никуда то есть эти 22 доллара продолжают как-то их держать им комфортабельно вот есть люди которым 22 доллара комфортабельно это можно зарабатывать прилично нормально и вот я не могу там сидеть то есть вместо того чтобы уже получать там 65 до через три года продолжает получать там свои 22 и соответственно к себе и отношение к себе у него такое отношение других нему такое там и так далее так вот получается какая история либо ты хозяин своей судьбы и ты идешь и берешь то что тебе нужно в тех количествах которые тебе нужно если тебе что-то не хватает ты идешь и делаешь то что нужно делать чтобы получить в тех количествах которых тебе нужно есть другая прямо противоположная философия ты лишь я бедный я несчастный я сам ни на что не способен вот эта установка которая стоит за фразой меня там вот не оставит нет перспективы что там могут оставить потому что я я продолжаю эту фразу как она не сказано было вслух но я могу продолжить потому что если меня там не оставят то я нахрен никому не нужен меня больше нигде уже не возьмут вот 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 эта фраза это может быть в другом раскладе вот человек идет на интерншип и он там на практику это он оттуда возвращается ну он может быть думал что оставили даже может быть иногда говорят что оставят но потом денег нет или там еще чего-то не будет не приглянулся тоже бывает но во всяком случае он возвращается с этой практике казалось вот он должен пускать давай делаем резюме идем искать работу нет он возвращается и говорит а пошлите меня куда-нибудь еще почему и он хочет чтобы его послали куда-нибудь еще потому что может быть его там оставят и тогда он не будет искать больше работу а его вот как-то пожизненно вот там наймут и он там будет всю жизнь свою сидеть у меня была замечательная индийская девочка ее лет пять назад куда-то и отдали там на бесплатный интершип там два месяца потом не стали платить 15 долларов потом 20 долларов потом 25 долларов и потом перебили ее на постоянную позицию и она в общей сложности проработал в этом месте пять лет то есть вот ну как бы по направлению школа может так она проработала там пять лет ведь метод строительная техника под окном и через пять лет компания куда-то там уехала переехала было сокращение и и она приходит пять лет опыта то есть но есть чем должен сейчас выйти на рынок и там скажем легко получить там 100 тысяч может быть даже больше и она плачет как громадными слезищами и говорит у софии в офисе софия занимается распределением по компаниям и говорит софия если ты меня сейчас не устроишь на работу я уже никогда больше не буду работать в этой профессии я не смогу значит вот это как сказать как какой как какой-то перелом внутри понимаете вот как-то нету стержня нету нету хребта какая-то хорда какая-то натянутая там и и вот нет ни не на чем построить ничего пойти вот я когда вижу это у меня внутри как-то все самого но не то что обрывается но становится грустно и думаешь боже сколько сил сколько энергии сколько потрачено всего ира и все это ради того чтобы вот так ничего и не получилось потому что когда человек вот с таким настроением он мало того что его просто не очень возьмут но дело еще в том что и у него гораздо меньше шанса что его оставят если ты хочешь чтобы тебя всюду оставляли ты должен сказать себе мне пофиг оставит меня или нет я пришел чтобы набраться опыта чтобы набраться таких навыков после которых меня раз раздерут на части и каждый день который ты там находишься вот это как последний день твоей жизни ты гребешь 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 вот того чего всем нужно и тогда тебя из этой компании не захотят отпускать потому что таких как ты мало подранков сколько хочешь которые с одним крылом лететь пойти а так чтобы человек там с двумя крылышками веселые жизнерадостные все ему море по колено таких мало таких и таких всем нужно и вот и вот это вот противоречие очень интересная и я вот хотел с вами так поделиться не в том смысле что на кого-то наезжаю не дай бог я понимаю что бывают моменты слабости и у меня бывает и у абсолютно любого человека бывает я просто к тому говорю что очень важно себя контролировать и в тот момент когда вы начали себя жалеть в тот момент когда вы говорите я не смогу сам мне надо чтобы мне кто-то помог а если мне никто не поможет я тогда вообще никак не смогу у меня на днях была встреча пришла женщина которую 13 лет назад 13 лет назад софия куда-то отправила на практику и она с тех пор работать в этой фирме это громадная фармацевтическая организация она там уже много лет и в общем никто не трогает она пришла и говорит ребята вот я бы хотел уже может быть поменять работу она говорит вы меня может кто-то устроить и 13 лет у нее все в порядке то есть и просто хочется там мы поближе к дому там еще что-то но она как-то не она никогда не искала на 13 лет работает никогда не искал вот поэтому вот вот как бы контролируйте себя не заходите вот в этот comfort zone где где комфортно не отвечать за то что с тобой происходит это очень плохое ощущение комфорта когда тебя кто-то вот и и и тебе уже самому ничего делать не надо ты можешь ничего из себя не представлять и вот тебя кто-то будет переставлять очень плохо ничего из себя не представлять и намного страшнее при этом говорить себе я ничего из себя не представляю это вообще уже дальше некуда понимаете когда вам другие говорят вы можете плюнуть на них там и с ними не разговаривать больше а когда вы сами себе это сказали вот тогда начинаются серьезные проблемы так что вот такую красную лампочку я зажег а вы уже смотрите что с ней делать счастливо